Здравствуйте, с вами снова Андрей, продолжаем играть тут у Уротила Западную Римскую Империю, ищем Аттилу на карте, в прошлой серии мы его разбили, неплохо бы сейчас продолжить банкет, так сказать, и для этого давайте попробуем Аттилу поймать, двумя армиями зайдя с разных сторон. Опаньки, интересно, интересно, очень интересно, так, что ж, как видите, так сказать, к нам уж тут пришел в гости один из сасанитских протекторатов Тиреса Трапий, да? Ну что ж, давайте, наверное, тогда подведем дополнительные войска сюда, на случай, если вдруг нас атакуют, да и вообще, так сказать, нам здесь необходимо преимущество в силах, потому что по качеству войска у нас здесь не очень хорошие, я опять же рассчитывал, в первую очередь, на оборону крепостей, но с другой стороны, сейчас подумал, решил, что все-таки лучше прийти к более решительным действиям, потому что ждать 12 эстеков в районе нашего Лимиса, как-то мне не очень хочется. Туда можно будет отступить, если все будет совсем плохо, но пока, пока такой ситуации вроде бы нет. Значит, в принципе, можно сейчас в Сирме перевести дополнительную резервную армию, пока у нас Венеды, единственная армия, которую я вижу, это армия, так сказать, в углове с их царем, которая находится у нас в Средиземном море, вот, и давайте мы ее перехватим как раз, на ускоренном темпе мы вполне можем это сделать, хотя понесем неговые потери, ну что ж теперь делать. Вот, так, так, у нас здесь еще есть три слота под войска, в принципе, можно взять лучников, можно взять какаву и топорников, мне кажется. Здесь же тоже надо, наверное, будет, так сказать, объединить некоторые наши отряды, иначе после боя они, даже понеся какие-то минимальные потери, будут уничтожены, скорее всего. Вот, поэтому смысла их оставлять раздельно нет, лучше уж новую нанять. Так, у нас здесь четыре слота, да, ну пока давайте подождем. Нас тут нам дали деньги за то, что мы придержались до 420-го года, деньги эти надо с умом вкладывать в развитие производства. Но, опять же, нам нужно обеспечивать все заделы в общественном порядке, за счет которого мы будем строить, строить различные постройки. Ну, что хорошо, действительно, действительно, я проверил почти везде, почти во всех провинциях, кроме буквально там одной. У нас не произошло перебоев с продовольствием, это не может не радовать. Что, так сказать, радует значительно меньше, это то, что в Италии для того, чтобы там началась эпидемия, было достаточно просто, грубо говоря, несезонных условий один раз, и все, сразу эпидемия. Ну, это, конечно, жесть на самом деле, но... Да. Хотя с санитарией все было нормально. Давайте тут построим как раз дом губернатора. Я просто хотел бы, в первую очередь, развивать те постройки, где достаточно немного денег на это требуется. Вот, то есть, лучше прокачать с первого уровня до второго, чем со второго до третьего, потому что на второй до третьего это уже пять тысяч, это уже много. Ну, и нам надо развивать сразу по нескольку провинций. Производственные постройки я сейчас развивать смысла не вижу, потому что у нас плохо с торговлей, и хорошо с торговлей уже, видимо, не будет никогда. Так сказать, вот, в Нижней Британии у нас плохо с общественным порядком, его нужно поднимать. В Секвании надо, кстати говоря, санитарию улучшить, и у нас остается всего 600 монет, и, соответственно, экономическая деятельность на этом ходу заканчивается. Также нам надо, наверное, пусть у нас в Сатурнине и Василы найдут себе жену. Если я правильно понимаю, то дети его вроде как будут членами других семейств, хотя я, честно говоря, как-то и до сих пор не разобрался с этой механикой бастардов. В любом случае, нам другие семейства тоже нужны для поддержания баланса, потому что нанимать из кандидатов – это слишком, ребята, дорогое удовольствие с учетом подражания генералов. Очень мне это все не нравится. Ну что ж, давайте тогда возьмем некоторое количество дополнительных войск. Дополнительных войск. Каких нам будем взять? Ну, в принципе, вот эта ударная кавалерия – это, вообще говоря, отстой. Можно взять прачников, не менее отстойных, но зато дешевых. Можно взять конных лучников. Ну и, пожалуй, хватит. Посмотрим, куда у нас сейчас будет убегать Этила. Так сказать, как он будет действовать. Так, гуны что-то долго ходят. Видимо, или у них спавнится стек, или они что-то сжигают. А Этила предпринимает неожиданный ход. Он нападает на нас. Ну что ж, я думаю, что довольно неплохо это все дело для нас. Как видите, даже балансер показывает, что битва вполне может сложиться в нашу пользу. Ну и Этила здесь будет убить, наверное, попроще, потому что у него всего лишь 4 человека в отряде. Так сказать. Но, вот, как видите, такой вот интересный альянс получился. Гуны действуют совместно с Ассанитской Сатрапией. И противник выбирает туман для атаки. В принципе... Ну, в принципе, у них вроде как тоже есть анагра, вот, в армии второй. Есть стрелки. Я даже не знаю, для кого здесь туман хуже, для кого лучше. Ладно. Значит, я, естественно, сейчас на рожон лезть не буду. Выстроим оборону. Обычным достаточно способом. Вот. И будем ждать противника. Собственно говоря, опять же, будем выставлять огненные стрелы. Ну, и все вот эти вот типичные атрибуты боев против гунов. Так понимаю, что войска Атил у нас пойдут в авангарде. Войска Арии, по-моему, если я не ошибаюсь, это... Именно так называется эта сатрапия селевкидов, которые против нас воюют. Они пойдут несколько позже. Ну, собственно говоря, иранцы это и есть Арии, скажем так. Поэтому, когда какой-то человек говорит, что он истинный ариец, знайте, что это такой типичный... Ну, типичный таджик, например, потому что, собственно, таджики говорят на версии иранского языка, поэтому... Как-то так. Так, что у нас еще тут есть? Значит, мне тут писали в комментариях, присылали материал по поводу альтернативного толкования личности Атилы и его деятельности. Ну, знаете, я считаю, что альтернативная история, это, конечно, все очень весело. Понятно, что история, тем более история темных веков, это наука спекулятивная. Но не до такой степени, то есть прибегать к легендам, это, наверное, тоже не очень правильно. Скажем так, какие-то реальные сведения может дать археология, в частности, по истории древних славян, а приписывать, знаете, причислять к славянам деятелей, которые к ним никакого отношения, по всей видимости, не имели, по крайней мере, кроме легенд, никаких оснований считать, кого нет. Думаю, не стоит, потому что, опять же, получается пресловутая вот эта вот тема по поводу того, что Россия родина слонов, на мой взгляд, это совершенно не нужно, тем более, что когда у страны есть собственная богатая история, придумывать что-то еще, абсолютно нет никакого смысла. Мы знаем одну соседнюю с Россией страну, где придумывают собственную историю, и кончилось для этой страны все это довольно печально, на мой взгляд. Ну что ж, не будем о политике, а будем о расстановке. Собственно говоря, формируем вторую линию обороны, мы разгоняем мечников там у нас, кто куда, чего. В общем, я не думаю, что здесь сильно нам повлияет на расстановку леса. Можно было, конечно, встать именно вот в эти маленькие лесочки и делать линию обороны, опираясь именно на них. Но, вы знаете, я уж не хочу заморачиваться, тем более, что они действительно маленькие, и там по полуотряда будут торчать из этого леса. Не очень понятно, как тогда там будет вообще что-либо рассчитываться. Значит, Анагру мы отключаем. Отключаем стрельбу без приказа, потому что, так сказать, наша главная задача Анагра будет убить Атилу. Вот, попасть по нему. Вот, и... Мне не хотелось бы, чтобы Анагра потратил свои снаряды слишком рано. Так, мы, в принципе, вроде линию обороны сформировали. Ждем, ждем противника. У Атилы тут есть пикинеры. Ну, большая часть армии конная. В основном состоит из наемников. Ну, в принципе, мы должны их серьезно потрепать уже на подходе к нашим позициям. Что ж, вот он и Атила. Всего четыре... Точнее, трое целохранителя у него осталось. После предыдущего боя. Ну, я надеюсь, сегодня он примет смерть вторично. Мне написали, что якобы можно его за две попытки убить, но, видимо, это не на Варихарне. Уже входят гуннские отряды в зону поражения наших Анагров. Но мы ждем. Мы пока не стреляем. Да, и все, пошла жара. Противник ускоряется. Мы сейчас будем замедлять время. Да, замедляем время. И, соответственно, останавливаем его. И, соответственно, сейчас будем прожимать всякие вот эти метки и выстрелы. Сейчас уже почти-почти входит противник в нашу зону поражения. Прочниками и лучниками. Сейчас в этой битве надо действовать крайне аккуратно. Потому что, опять же, чем быстрее мы избавимся от Атилы... Так, черт. Тем лучше. Так, блин, у меня здесь нет метков выстрела у этих ребят. Печально. Печально. Но это товарищи, по-моему, вообще с нами тут из пустыни пришли. Наемники, которые прошли еще кампанию в Египте даже. Посмотрим, как они здесь себя проявят. В конце концов, противник отчасти тот же. Если брать этих... Ариев. Несчастных. Так. Вот пикинеры меня, конечно, беспокоят, как обычно. Но все-таки я думаю, что с учетом нашего количества стрелков, пикинеров так или иначе мы расстреляем. И вот Атилов практически... Да, вот он вошел в зону поражения. Стреляем и сразу ускоренную перезарядку ставим. Потому что нам нужно его убивать как можно быстрее. Противник, конечно же, не побежит. Абсолютно бесполезно здесь там рассчитывать на бегство. Что гунов, что... Ариицев. Но-но-но. Все-таки определенный дезмораль у них будет. Так. Отводим наших конных лучников. Сейчас будут стрелять к приметателям. Главное, чтобы они отъезжающих лучников не задели. Она их все-таки задевает. Жаль. Жаль так. Здесь... Здесь... Кавалерия добралась до прачников. Но здесь прачников нету никаких шансов. Поэтому мы пробуем их, конечно, отвезти. Но, скорее всего, они сейчас убегут. Слишком мало в отряде. Так. Пошло-пошло. Ну-ка. 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 Бум. Нет, снимок. О, вот это не мимо. Атил эпично скачет. Мне тут писали про кинематографический режим. Я знаю, как он включается. Собственно, я просто небольшой любитель этого дела. Собственно, это... Если уж и пытаться делать, вы знаете, такие вот эпичные какие-то снимки и записи сражений, то это надо делать. В большем разрешении, с кровякой и прочим изобразием. И то, я вообще не очень большой любитель разглядывать битву вблизи. Потому что все-таки выглядит это не всегда хорошо. Анимации очень-очень много боговных кривых анимаций. Поэтому, по-моему, даже в Риме пропатченном с анимацией было получше. Так, а где Атилу-то, чувак? Я убил его, нет? Нет. Сообщение, по крайней мере, не вылезало. А, вот он. Вот он лидит. Двое осталось. Четырех. Они устроили за задом. Так, окей. Сейчас надо все-таки обстрелять именно его. Потому что, даже если я эту битву проиграю, но Атилу убью, как я понимаю, то... Значит, не зря эту битву проводили. Так, здесь вражеская кавалерия, которая пыталась зайти по левому флангу, уже ушла. Не обещала вернуться. Так, пикинеры, кстати говоря, довольно быстро приближаются, что меня совсем не радует. И почти не понесли потерь. Так, а у нас вообще стрельба-то идет? Как-то я ничего-то не вижу. Продолжаем обстрел. Нагры работают. Понятно, что по такой маленькой мишени попасть из-за Нагры сложно, но... Пока что это... Самая, наверное, лучшая будет мишень. Тем более, что у гунов больших пехотных отрядов нет. Ну-ка, раз. Ну, в общем, вы видели это, да? То есть, в Атилу прямое попадание из-за Награ, но ему пофигу. То есть, вы понимаете, сколько у него здоровья. Это, знаете, как в том анекдоте. Штирлиц выстрелил в Мюллера. Пуля отскочила. Броневой, подумал, Штирлиц, да? Наверное, то же самое. У нас очень быстро все убегают. Но это понятно, потому что, поскольку мы так и остались в христианской фракции, к сожалению... Так сказать... О, Атилу остался один. Да, уже в коне... О, все, окей. Атилу пошел вон. Отлично. Да, окей. Вражеский полковой с тяжелой раней, но он будет... Как видите, надо убивать его больше двух раз. Ну, мне уже сейчас написали, что три. Ну, посмотрим. Три так три. Главное, чтобы не десять раз, как пишут. Потому что, во-первых, это тупо. Во-вторых, ну, это геморно, мягко говоря. И довольно сложно, потому что у гунов наверняка появится сто тысяч пятьсот миллиардов стеков. Они, кстати, там, по-моему, уже по рейтингу силы третьи. Где у них, кстати, эти стеки спаунятся, это большой вопрос, я не знаю. Вот. И мне заниматься, блин, изничтожением всех этих ребят как совершенно неохота. Да, наших конных лучников тут все-таки догнали. И, в общем, все будет печально. Ну, все. В принципе, как я понимаю, гунские войска разбиты. Уже пошли войска этих придурков. Сатрабские. Заходим нашими копиметателями во фланг. В принципе, тут у противника имеется некоторое количество кавалерий. Должны копиметатели неплохо сработать. Можно, кстати, их сразу копейщиками подержать. О, верблюжатина. Так, я не знаю, я думаю, что черепаху не успею сделать, да? Да, не успеваю. Наши люди бегут, спасая свою шкуру. У нас тут просто, поскольку мы, к сожалению, христианская фракция, и как только христианская фракция видит гунов, то сразу получаешь штраф очень большой к морали. То есть у нас, чтобы было понятно, у нас штраф такой же, как если бы нам убили полководца в начале боя. То есть это очень жестко, на самом деле. Как видите, спокойно вражеская кавалерия в этой связи, поскольку штраф никуда не уходит, да хотя мы уже сражаемся в основном с другим противником, так сказать, спокойно вражеская кавалерия может обратить в бегство копейщиков. Что-то совершенно, конечно же, меня не радует. Опять же, то, что мне пишут, что нужно включать режим перестрелки, я считаю, что режим перестрелки редкостный отстой, которым пользоваться вообще не стоит. Дело в том, что в условиях, когда на вас движется кавалерия, во-первых, в режиме перестрелки ваши войска могут не успеть отбежать, то есть лучше их контролировать лично. Во-вторых, их не всегда нужно контролировать лично, пусть даже кавалерия в них влетает и убивает полотряда, это нормально. Потому что стрелки наши это бомжи, которых мне очень жалко, их можно перенанять. Вот, у меня же не пулистарии элитные, у меня это обычные сегитарии. Вот, а с другой стороны, кавалерия таким образом увязает, и ее можно копейщиками, грубо говоря, сразу, что мы сейчас и сделаем. Так, вот сейчас уже, соответственно, так, давайте-ка мы знаем, что сделаем. Перенесем, наверное, наш огонь с лучников на пехоту, которая наступает. Потому что лучники уже остались в разумской строй, и вокруг них нет других вражеских юнитов, а так можно будет успеть что-то сделать. Блин, один отряд вражеской кавалерии ушатывает, значит, когда сражается с моими копейщиками. Вот, кстати, верблюды как-то очень круто зашли, я их реально не заметил, когда они успели это сделать. Их, правда, полуотряда мертвые, но... Самое печально. Так, что ж, переводим наших огонь с лучников на фланг. Так вот, видите на нашем левом фланге, что происходит? То есть, два отряда моей кавалерии плюс один отряд копейщиков, и мой отряд кавалерии уходит. При том, что я сражаюсь с вражескими, эти... Как мне называется, с вражеской кавалерией, то есть... При двухкратном преимуществе в силах только по кавалерии плюс поддержке копейщиков, которые должны их убивать, меня ушатывает, это очень печально. Ну, вроде противник тоже там начал мигать, уже хорошо. Уже хорошо. Собственно говоря, как видите, балансер уже начинает выравниваться, потому что, вы помните, что, несмотря на то, что на страт-карте он был в нашу пользу, в бою он был уже не в нашу пользу. Поначалу. Можем попробовать убить второго вражеского генерала. Не знаю, уйдут эти ребята или не уйдут. Но у них, опять же, уже, понимаете, у них, опять же, уже войска, в основном, второго уровня. То есть, здесь довольно приличная восточная армия против нас. Это не бомжи, которые были в начале. Вот, они могут никуда не уйти. Так, тут у нас пытаются атаковать... Турсидские катафракты. Ну, они сейчас получат. В принципе, атакующий ударный конец – это отличная мишень для копий. Просто отличная. Особенно не рекомендуется в клинах строить, потому что компьютер очень любит это делать. Даже в клине они же... Хотя у них чарж увеличивается, они замедляются. Вот, поэтому, блин, копий метателей могут сделать залп. Если они его делают, сразу уходит полуотряда, и вражеская кавалерия становится очень грустно. Так, вроде держимся. Стрелков много противника, у меня не так много кавалерии. Плюс она пока... Пока вражеская кавалерия вся не ушла, она... Я ее не буду, наверное, запускать. Хотя, фиг его знает. Ну что ж, начинаем окружение. Окружение, будто образовалось две свалки. Пехотные. Начинаем окружать обе. Да. Ну, в общем, кавалерию я зря, конечно, повел. Зря я, конечно, ее сейчас вывел. Все-таки думал, что... Сразу же вражеской кавалерии, которая сразу не слилась, она сразу же... пытается прихватить нашу. Я так понимаю, что в армигире-дефенсорис, когда им приказываешь бежать и атаковать, у них вроде снимается. Я атакующие серепахи, я просто мало с ними сражался, поэтому не знаю точно. Ну, и опять же, блин, они для другого предназначены. Они предназначены для штурма городов. У меня штурм городов я не люблю очень сильно. Так, попали, попали по вражескому генералу, но он жив пока. Да. Точно попасть пока не можем. Ну, вы видели, собственно говоря, на примере Атилы, насколько здесь огромное хп именно у генерала. То есть, убить его целенаправленно довольно сложно. Правда, я думаю, что у Атилы еще и читер. То есть, у него, скорее всего, и броня какая-то очень сильно завышенная, чтобы его было сложнее убить. А здесь генерал обычный должен быть. Тут уже какие-то лучники вражеские пошли в рукопашку. Что-то сомневаюсь, что от хорошей жизни. Сагдейские воины, давайте, сваливайте уже. Я так понимаю, что сагдейские воины далеко не самая элитная прихода противника. Кстати, сагдейские воины это и есть самые натуральные таджики. Потому что сагдьяны это исторические области в Центральной Азии, которая поделена между Таджикистаном и Узбекистаном. Собственно говоря, Самарканд, столица сагдьяны. Кстати, что интересно, в игре, если я правильно понимаю, хотя с другой стороны, непосредственно сассаниды не владеют, если не брать их сатрапи, они не владеют сагдьяной. Это явно. Чем менее, воины у них есть. Можем попробовать копейщиками погонять немного вражеских стрелков, потому что, да. Эти сволочи не стали сливать об нас кавалерию, как они обычно всегда делают. По крайней мере, всю кавалерию не стали. Поэтому очень сложно нам работать нашей кавалерии, которой меньше исходно было. Собственно, наш резервный отряд я вывожу сейчас кавалерийский. Ну, я боюсь, как бы его тоже не слили, но вроде-вроде-вроде все уже. То есть, противник остался Гена полуживой. Еще один кавалерийский отряд сейчас ушел. Прошу прощения, если будут посторонние звуки. У меня тут под окном разъезжают всякие мотоциклисты. Так, блин, по кому они вообще стреляют? Они вообще куда-то промазали непонятно куда. Ладно. Так, и копейщики у нас сейчас оказываются в тылу наши у вражеских мечников. Надо пользоваться этим. Этих ребят надо... Центр надо разбивать. В принципе, можно сейчас копьеметателей тоже послать, чтобы они в спину стреляли. Что здесь делают наши кунные лучники? Вы меня, ребят, не спрашивайте. Я не знаю, если... Человек сюда... Если и послал, то случайно. Я в пульсе. Ну, что, сейчас давайте штраф атакован в стиле. Вы же мигаете. Ребят, вы мигаете уже. Давайте. Давайте. В центре противник попадает в окружение. Да, давайте тогда лучше генерала обстреляем вместо вражеской окруженной пехоты, потому что тут мы можем сейчас уже своих забить. Да, федераты тут, конечно, никого не догоняют. И я просто надеюсь, почему именно их решил послать в погоню с застрельщиками. У них же пилмы есть. Я думаю, может быть, они выйдут на дистанцию броска. Но нет, они никак не могут такого сделать. И погоня получается... Отлично. Погоня получилась безрезультативной, но здесь в центре уже... Блин, вот ребята реально до последнего стоят. Как видите, они в окружении находятся сейчас. Почти полном. Вот. Понесли огромные потери, но продолжают стоять. Да еще и сейчас полководец вражеский убит. Ну, то есть, вот реально, в начале кампании, как бы, можно реально разгонять вот эти армии спокойно. Сейчас уже фиг, что получится. Гуны, ну, гуны, ладно, что они еще стоят. А вот эти вот ребята, которые, если я правильно понимаю, у восточных держав, по-моему, самый большой штраф за смерть полководца. Морально, по крайней мере, я слышал подобное, да? Ну, что ж, они все равно не убегают. Ну, что ж, сейчас уже все-таки побежали. Центр опрокинут. И второй отряд надо тоже разбивать. Вторую кучку войск. Копеечки. Давайте-ка приметатели уничтожить. Ну, в принципе, можно сказать, что это уже победа. Остался здесь всего лишь один отряд мечников в центре. Да, опять эти сабдийские воины. Очень, очень они не хотят убегать. Хотя, ну, я не знаю, на что они тут уже рассчитывают. Потому что честное превосходство здесь уже подавляющее у нас. Кажется, удача на нашей стороне. Фига себе. А это как? Их прачники? А-а-а! Блин. Не учел. А наград-то вражеский дотуда уже добивает. То есть, да. Печально. Вот сейчас вот кавалерию я, конечно, слил очень глупо. Очень глупо. Ну, я, по крайней мере, полуотряда, наверное, вражеских лучников убил. Так, ну и чего теперь? У противника остались одни метательные отряды. А у нас практически уже не осталось боеприпасов. Что это означает? Значит, нам надо сейчас перестроиться. Давайте копейщиков наших поставим в бронительную черепаху. Армигири, Дефенсорис, вот такую еще. Ну и, соответственно, просто будем ждать, пока противник закончит боеприпасы. Благо, никаких арбалетов у противника нет. А наград еще хрен знает, когда дойдет до нас. Сейчас, скорее всего, прокинуть попытается. Или бросится в атаку, или если у отдельных юнитов будет кончаться боеприпасы, они попытаются отступить. Поскольку я, опять же, тупанул с конницей, надо было, конечно, ее оставлять под конец боя, чтобы она могла этих самых стрелков перебить. Ну вот, тупанул. Хотя специально оставлял вот этот вот отряд в резерве исходном. Но, в общем, слишком рано я его был в бой. Включаем черепаху. Главное, чтобы они нормально в нее встали, а то он не любит, знаете, там, поворачиваться боком. Еще только не делают. Пробуем отвести лучников. Как-то переметать лучников очень быстро, как-то побежали. Но, по-моему, уже не успеем. Пресс может попробовать мечников, так, по-моему говоря. На помощь нашим лучникам. Ну, да. Ну, в принципе, это, опять же, наемники, которых не так жалко. Но потери у нас в этой жизни, конечно, очень большие. В общем, большие потери, ну... Я даже не знаю, с чем их сейчас соотнести. Ну, в отличие от предыдущих... А, окей, завершаем, наверное, битву, потому что у нас нету преследований, стрелков тоже нету даже. В общем, потери, как видите, у противника 1500, у нас 1900. Это тяжелая победа, но во многом, как мне кажется, это связано с тем, что вот у нас, опять же, вот сразу такой моральный штраф огромный. И у нас просто войска начинают бежать очень быстро. Что ж, обращаем в рабство. Некоторое количество отрядов. Ну, и противник отступает. Что ж, это была вторая победа над Датилой. Я уж не знаю, сколько их надо. Да, и у нас появляется вражеская армия рядом с Соломой. Еще одна армия гумов. Окей. Посмотрим. Я, кстати, уже не уверен, что получится его догнать в третий раз, потому что... Потому что... У нас действительно большие потери, и возмещать мы их можем, как в принципе, только наемниками. Причем наемников уже под порядком подразобрали. Да и нанимаем их, по-моему, не только мы, но и противник в этой области. Хорошо, хоть у Восточной Римской империи они стянули сейчас все силы в Египет. Хоть так. Я думал, что у них вообще раньше войск нет. Видимо, все это было в других областях. Там они, по крайней мере, как-то будут оброняться. Ага, ну-ну. Смерт на поле боя. Это кто у нас там погиб на поле боя-то? Так, Атилла. Всего лишь человек. Ага. Атилл проиграл в сражении. Его воины подавлены, начинают сомневаться в талантах полководца. Следующее поражение, несомненно, станет для него последним. Ну что ж, значит, Атиллу реально надо убивать три раза. Наконец-то мы это выяснили. Ну что? Да, кстати, обязательно напишите мне в комментах, если кто знает, при убьении Атиллы дуны самоликвидируются, или их все-таки надо убивать вручную? Вот это вот большой вопрос. Так, личное явление плюс два захода, скорость исследований. Ну, бесполезно, на самом деле, жена. Пусть будет. Ладно, пес. Это бастард. Не будем особо ничего делать. Ладно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Дальше будет еще интереснее. С вами был Андрей. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...